Ссылка на статью из которой взята данная информация в описании. Приятного просмотра. В тайге живет с 7 класса. Между сезонами Михалыч построил 117 домов. Михаил Михайлович Агафонов живет в небольшом селе Четкан-Баргузинского района Бурятии. Маститый охотник знает окрестные леса не хуже своей ограды, потому что охотиться начал с 14 лет. А чему удивляешься, у колхозников стаж шел с 14 лет. Первый год ходили в лес в качестве учеников, а потом переводились в штатные охотники и уже все сами делали. Первым делом зарабатывали на тазовку, ствол стоил 18-20 рублей, на шкурку соболя можно было купить 5 ружей, вот как мех ценился, по-настоящему мягкое золото. В семье Агафоновых росло 12 человек, 7 братьев, 5 сестер. Отец, Михаил Миронович, тоже был охотником, и этому не стоит удивляться, в то время все окрестные деревни жили промыслом. Сегодня подобный выбор одного из сыновей Михаила отца скорее назвали бы преемственностью поколений, охотничьей династией, зовом предков. Но Михаил сын на этот счет более категоричен. Жизнь заставила. Рубит он воздух натруженной ладонью, словно ставит печати, заверяя каждое свое слово. Семь классов окончил, куда идти? В тайгу. Братья тоже пробовали промыслом заниматься, но постепенно бросили. А кто обучал необстрелянную молодежь таежному промыслу? Старики. Ведь 14 лет, это подростки. Тайга всему научит. Смотришь за взрослыми, сам повторяешь, вот и вся наука, выдает рецепт народного образования Михалыч, тут же резонно замечая, чтобы специально с тобой кто-то возился, такого не было. Когда возиться-то, если сезон начался и зверь пошел? Раньше план давали не только по пушнине. Мы заготавливали дикоросы, березовые почки, листья брусники, работы много. Между охотничьими сезонами Михаил Михайлович отдыхал, причем весьма своеобразно, набрав бригаду, рубил дома. За свою жизнь построил 117 домов, целую деревню или поселок. К промысловому сезону мужики готовились загодя, дорог не было в лесу, все вещи, снаряжение, продукты заносили на участок на себе. А бывали моменты, когда вам было страшно? По молодости, разве что, когда медведя первого добывал. Надо было утвердиться, вот смотрите, я добыл. Че там, 14 лет, пацан еще, хотелось показать, что не хуже мужиков. А сейчас он мне и не нужен, так посмотришь, пусть идет. А случалось, когда медведь не оставлял выбора. Да, и такое было. В один сезон, помню, 9 шатунов пришлось добыть. Осень выдалась голодной, медведи никак не хотели залегать в берлогу. Я на вертушке завез продукты, а потом, пока заходил по земле, они съели все мои запасы. И началась у меня война с ними, ночь-полночь, караулишь. Он же может и к избушке прийти. Бывали случаи, когда собаку вытаскивал из зимовья. В 1981 году жуткий случай был. Два брата наняли двух коников, завезли продукты. Поужинали, легли спать. Ночью, шум, гуан-кони, оторвав поводья, разбежались, медведи их угнали не пойми куда. Мужики вверх постреляли, вокруг темень, куда пойдешь, к тому же собаки исчезли. Сели в зимовья, лампы зажгли, одну поставили на окно, чтобы светлее было, отпугнуть зверя таким образом. Вроде стихло, мужики уже собрались спать, как медведь одним рывком вырвал дверь и давая мять всех, выжил в итоге один конюх. И со мной всякое было, тонул, горел, под медведя попадал. Но, видимо, столько на роду написано, живу вот. Однажды километра четыре медведь шел за мной. Собаки впереди бегут, лают на белок. Как будто кто дернул меня, я оглянулся, а он уже тут как тут. Успел перезарядить двустволку и двожака назагнал в него. Вспотел за секунды, сел и не могу в себя прийти. Так-то медведь хитер, если задумает тебя скрасть, он это сделает. Надо все время быть на чеку, если в тайге думать не будешь, пропадешь. Основным объектом охоты у промысловиков Баргузина был и остается соболь. В урожайные годы Михаил Михайлович добывал по 120 соболей и больше. За успехи его несколько раз отправляли на ВДНХ, лет 5-6 считался лучшим охотником района. Ленту нацепят, да еще 10 рублей премии дадут. Почетно. Агафонов довольно прищурился, будто в эту секунду ему повязывают ту самую ленту. Но Свобода мне еще больше нравится в этой работе. Главное, чтобы наряд, задание, которое выдавали на год, выполнил, начиная с андаторы, белки, ореха столько-то, грибов столько, ягод. В межсезонье оказывали помощь, хозяйством строили кошара. Михаил Михайлович, вы вот всю жизнь в тайге. А как умудрились жениться-то? Так еще и двух дочерей народил, вроде как два раза и побывал дома. У нас мужики в шутку так и говорят, мол, сколько раз дома ночевал, столько детей в семье. За много лет скитаний по тайге приходилось блуждать по распадкам. Вот не могу понять, как в тайге можно заблудиться. Там все ясно и понятно. Как можно заблудиться в своем доме? Хотя современные охотнички ходят по распадкам по навигатору, по GPS-навигатору, а в это, ставят капкана. Какой из него промысловик, если он не помнит, где ходил, и не знает, куда идти? Самый хитрый зверь – лиса. Нет, росомаха. Она везде залезет. Если лобаз обустраиваешь, то ствол дерева обиваешь обязательно железом, чтобы не залезло. А если она надыбала приваду для соболя, пиши пропало, все сожрет и капкана спустит, такая хитрая ужас. Говорят, опытный охотник может загодя определить, каким будет предстоящий сезон. Да если весна холодная, то соболя шибко-то не жди. Собольки появляются на свет в конце мая голыми, страдают от холода. Если год не урожайный, то в организме зверя включается режим торможения, плод не развивается, и в таком состоянии он может находиться в утробе матери довольно долго. А так, если родился в мае, к ноябрю достигает промыслового уровня. Таежным промыслом может заниматься не каждый, все штатные охотники, считаю ненормальные люди, вместо того, чтобы дома спокойно работать, бегут в лес. Тайга затягивает. Время пришло, начинаешь собираться. Ничего с собой поделать не можешь.